Глава пятнадцатая 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 и мамоним. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказывайте себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женищийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женищийся на разведенный с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лонь его. Ибо, запив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердис надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Нами и вами утвердена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в сие место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче, Аврааме, если кто из мёртвых придёт к ним, покаяться». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мёртвых не воскрес, не поверят». Глава 17. Сказал Иисус ученикам, «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жермов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему». «Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, «Умножь в нас веру». Сказал Господь, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, и исторгнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас». «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол?» «Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать?» «И припоясывшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить его, раба, за то, что он исполнил приказание? «Не думаю». «Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что мы сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеем. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус наставни, помилуй нас». Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священнику». И когда они вышли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога, и пал вниз к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блестая до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему пострадать и быть отверженным родом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом Сим. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад». Вспоминайте жену Лотову. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где, Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Рассказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищай ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также и некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других в следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодей, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милослив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И спросил его некто из начальствующих «Учитель, Бладе, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал, что «Что ты называешь мне Бладем? Никто не Блад, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не коради, не лжесвидетельствуй, почитай Отца твоего и Матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил для от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышався, и опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие себе сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно, Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной». Отозвавший двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пороков о сыне человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостной, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шарши впряги, заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он за час прозрел, и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Глава 19 Потом Иисус вошел в Ильхон и проходил через него. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Ну, не мог за народом, потому что был малый рост. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему належало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сходи, сходи скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господи, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем убить, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение Домусину, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был в лес Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять дней и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять дней». И сказал ему, «Хорошо, добрый, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять минут». И сказал и этому, «И ты будешь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый рак». Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил с прибылью?» И сказал предстоящий, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять. И сказал ему, «Господин, у него есть десять мину?» Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имею. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился Гефагии, Вифании, горе, называемой Илеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите». Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, «Он надобен Господа?» И посланные пошли и нашли, как он сказал. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязывать осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господа». И привели его к Иисусу, и, накидав одежды своей на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости перегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава Вышнего». А некоторые из фарисеи и среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни возобьут». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, и говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. и учил каждый день в храме первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. От Луки двадцатая глава. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию? Он сказал им в ответ, спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было, или от человеков. Они же, рассуждая между собою, говорили, если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему, а если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал виноградарям раба, чтоб они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына с моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдяться. Но виноградаря, увидев его, рассуждавший, между собой говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавши же это, сказали, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в то время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что он о них сказал эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им, что вы меня искушаете, покажите мне, Динарий, чье на нем изображение и надпись, они отвечали кесаревы, он сказал им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу, и не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Когда пришли некоторые саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имеющий жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставят детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых не женятся, ни замуж не выходят и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. А что мертвые воскреснут, им Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, учитель, ты хорошо сказал, и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих. И так Давид Господом называет его, как же он сын ему. И когда слышал весь народ, он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение. Глава двадцать первая Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары своей в сокровищницу, увидев также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено, и спросили его «Учитель, когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал «Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их». Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления и великие знамения с неба. Прежде всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возможут противоречить не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отрещения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамени в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море восшумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына человеческого, грядущего на облаке с силою и славой великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно, говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не оттягочались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он начал в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник пресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 1 числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и книжниками, как предать его им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, как предать его им, не при народе. Настал же день пресноков, который надлежало заколать пасхального вагонца. И послал Иисус Петра и Иоанна, говоря, «Пойдите, приготовьте нам есть пасху». Они же сказали ему, «Где величина приготовить?» Он сказал им, «Вот, при входе вашим в город встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, «Где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, и там приготовьте нам». Они пошли и нашли, как сказал, и приготовили. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царствии Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, таколи не придет царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сию есть тело мое, которое за вас предается, сию творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом». Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который сделает это? был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим? Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими, благодетелями называются, а вы не то. Но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Но вы прибыли со мною на пастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да идите и пейте за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, пшеницу, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть пойти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Тогда он сказал им, когда я посылал вас без мешка, и без сумы, и без обуви, имели вы в чем недостаток? они отвечали, ни в чем. И сказал, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою, и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне, и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что мне приходит к концу. Они сказали, господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольны, и выйдя, пошел по обыкновению на гору Ильонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение, и сам отошел от них на вержение камня, и приконив колени, молился, говоря, отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в болении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Став от молитвы, он пришел к ученикам и нашел спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус сказал ему, Иуда, целовали мне предаешь сына человеческого. Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба-пересвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольны, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собиравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня и, смотревшись в него, сказала, и этот был с ним, но отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них, но Петр сказал этому человеку нет. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин, но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь, и тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, про реки, кто ударил от тебя, и много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали, ты ли, Христос, скажи нам? Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет, одесную силы Божией, и сказали все, и так, ты Сын Божий? Он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. Аминь. Тогда все, сколько их там было, встали и повели Иисуса к Пилату. Они стали обвинять Иисуса. Нам известно, что этот человек подстрекает наш народ к возмущению в Ариляне. Он запрещает платить налоги кесарю и даже называет себя Христом, царем. Пилат спросил его, «Ты в самом деле царь иудейский?» «Да, ты сам говоришь это», ответил ему Иисус. Тогда Пилат сказал первозвещенникам и народу, «Никакой вины не нахожу я в этом человеке». Но они настаивали на своем и говорили, что он учением своим вызывает беспорядки в народе по всей иудее. Начал он с Галилеи, а теперь и сюда пришел. Пилат услышав это, спросил, «Этот человек галилеянин?» и узнав, что он из владения Ирода, отослал его к Ироду, находившемуся в эти дни в Иерусалиме. Ирод же очень обрадовался, когда наконец-то увидел Иисуса. «Ирода». Ведь он давно этого хотел, так как много слышал о нем и надеялся увидеть, что Иисус совершил перед ним какое-нибудь чудо. Он засыпал его множеством вопросов, но Иисус ничего ему не ответил. А первозащенники и книжники, стоявшие рядом, неистово обвиняли его. Ирод со своими воинами унижал его, насмехался над ним, а затем, надев на Иисуса роскошную одежду, отослал его к Пилату. Ирод и Пилат, которые раньше были во вражде друг с другом, в этот день стали друзьями. «Распни! Распни его!» Пилат, созвав первого священника, начальника и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека, как подстрекающего народ к неповиновению, но в вашем присутствии я разобрался во всем и не нашел его виновным ни в одном из преступлений, в которых вы его обвиняете. Ирод также ничего не нашел, ведь он отослал его к нам». Как видите, этот человек не сделал ничего достойного смерти, и потому после обичевания я отпущу его. Но они все как один закричали, «Смерть ему! Освободи нам Вараву!» Варава был брошен в тюрьму за поднятый в городе мятеж из-за умистов. Пилат вновь обратился к ним, желая освободить Иисуса. Но они только кричали, «Распни! Распни его!» И в третий раз сказал им Пилат, «Какое же преступление совершил этот человек? Я не нашел в нем никакой вины, достойной смерти». А потому призвав высечь, отпущу его. Приказав высечь, отпущу его. Но они не отступали, требуя, чтобы Иисус был распят. Они кричали изо всех сил и добились своего. Пилат решил выполнить их требования. Он освободил того, кто был брошен в тюрьму за мятеж и убийство, того, о ком они просили. А с Иисусом поступил так, как они хотели. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Черри Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Ибо приходят дни, в которые скажут, «Блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие». Тогда начнут говорить горам «Падите на нас и холмам покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели же с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Надсмехались же вместе с ними и начальники, говоря «Других спасал, пусть спасет и себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины надругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря «Ну если ты царь иудейский, то спаси и себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими «Сей царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы-то осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу «Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие твое». И ответил ему Иисус «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Было же около шестого часа дня и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус возгласив громким голосом сказал «Отче, в руки твои предаю дух мой». Иисие сказав и спустил дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедший на сей зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним, из Галилеи стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Римофеи города Иудейского, ожидавший та же Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие за Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как приготовили благовоние масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава двадцать четвертая. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о всем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцать и всем прочим, то были Магдалина Мария и Иоанна и Мария и мать Иакова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал как гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящие стадии на шестьдесят от Иерусалима, называемые Ямаус, и разговаривали между собою о всех сиих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом назовеянином, который был пророк. Сильные в деле и славе перед Богом и всем для Бога. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о, несмысленно и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начал от Моисея из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он пошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам писание. И вставши в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят дух. Но он сказал им, что смущаетесь, и отчего такие мысли входят в сердца ваши. Посмотрите на руки мои и ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища. Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И взяв, ел пред ними и сказал им, вот то, о чём надлежало исполнится всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им к разумению Писания. И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день и проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах начиная с Иерусалима. Вы же свидетели с тьму и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме доколе не обличётесь силою свыше и вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои благословил их и когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме прославляя и благословляя Бога Аминь Иерусалим